Борьба с рабством. Это геном и образ жизни. Я давно на эту тему хотел, знаете, сделать вот такое хорошее видео. Вот этот вот геном, он меня тут раздражает, понимаете, вот не можно. Геномы, мы лежим геномы и так далее, и так далее. Геном человека и геном обезьяны практически одинаковы. Да вообще все геномы одинаковы. А там какие-то, знаете, ученые сказали, грубо говоря, один процент или два процента в этих геномах отличаются чем-то. Что дает, значит, вот это будет человек, это будет медуза или червяк и так далее. Вот. То есть, вот у меня, мое личное мнение. Геном – это всего лишь навсего кирпичики. В них не надо лезть. Кирпичики, есть кирпичики. С них строится здание. Построилось здание человека. Построилось здание обезьяны. Построилось здание там червяка. Да? Так вот, дальше, как этот геном будет влиять на жизнь? И вот тут получается, что вот это здание, которое человеческий организм, оно существует за счет того, что пропускает через себя разного рода потоки энергии, информации, вещества. Информация через мозг, энергия там через легкие, вещества через рот. И вот эти, чтобы потоки у нас проходили нормально. То есть, мы пропускаем эти потоки и деструктурируем, и за счет этого получаем нужную нам энергию на поддержание своего собственного здания из этих хреновых геномов. Все. И если мы пьянкой, если мы гульками, если мы каким-то образом жизни своим нехорошим разрушим здание, то что нам эти геномы? Что они дадут эти геномы? Они что, нас отвратят? Там, допустим, от пьянки, они отвратят нас от того, что мы работаем сверхурочно, от того, что мы нервничаем, они отвратят нас. И где эти лекарства, которые будут воздействовать через геном на сознание? И где это, понимаете? То есть, это уже настолько природой обточились вот эти все эти геномы и так далее, что туда не надо лезть, там все уже отлажено. То, что мы думаем, что вот якобы мы что-то там сделаем лучше, всегда оборачивается тем, что получается хуже, изощреннее и разрушительнее, чем это бы мы могли как-то там сделать, не лезя в геном.